Мошенник, но я хочу еще кое-как заступиться за лорда, об этом уже, знаете ли, не выпустил рекламу, если я кому-то там не выпустил ролики, то есть я... Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании Господи, ну наконец-то, хоть какая-то нормальная новость за последние несколько дней, недель, месяцов Потому что я уже просто устал обсуждать вот все эти, знаете, там обновления на самповских серверах, что они сделали, что они не сделали Там Аризона Мобайл, какие-то фиксы, все про... Конечно же, Аризона Мобайл лично для меня представляет повышенный интерес Тем не менее, мне гораздо, гораздо приятнее обсуждать новости, связанные с вот какими-то, я не знаю, конфликтами, со всем прочим Меня вот давно уже там и Брулев, да и все остальные прозвали некоторым конфликтным ютубером Из-за того, что я постоянно влезаю в какие-то конфликты, которые, возможно, меня не касались Как считаю лично я, если конфликт в медийном поле, он автоматически касается меня Если проект, если человек в медийном поле, он меня касается, потому что я медийный человек, он медийный человек Конфликт в каком поле? В медийном, отлично Если бы это был личный конфликт, и я бы туда, разумеется, не стал соваться, как-то вот все это наружу освещать, все прочее А если оно медийно, то тут уж извините, куда деваться, я все это обсужу, хотите вы этого или нет И вы можете наставить не дизлайков, можете отписаться, хоть все вот эти вот 3450 человек, я все равно продолжу все это обсуждать И как я несказанно рад, что вот эти вот все конфликты, они перетекли вот в весь этот мобайл И я наконец-то могу вот все это обсудить, чтобы лично мне хотя бы было все это интересно Так вот, не так давно ютубер Лорд, по-моему, или Лор, в общем-то ютубер там большой, который снимает вот эти вот все МТА Ну вот что-то наподобие Булкина, я вот таких людей называю что-то наподобие Булкина Потому что чем-то особым они не отличаются и в целом вот представляют собой некое подобие вот этого самого Александра Булкина И возможно хотят под него косить, возможно делают что-то там, я не знаю, что отличается от Булкина Тем не менее, вот все чуваки, которые снимают МТА и типа делают это в формате летсплея, в формате вот всего этого То, разумеется, я их называю, ну, Булкином, потому что, ну, по-другому я просто не знаю, как все это можно обозначить И вот, не так давно, GTA сам ютубер Лорд, который помимо всего этого является вроде как каким-то там То ли администратором, то ли разработчиком, то ли каким-то, я не знаю, специальным администром В общем-то, то ли это создатель, то есть своего какого-то тоже КРМП проекта на Мальск РП Или я путаю с каким-то другим проектом, а не важно В общем-то, он в любом случае является каким-то таким знатным человеком, даже если его проект уже закрыт Даже если там еще что-то прочее, потому что у него, ну, сколько вот у него там просмотров Давайте просто посмотрим на все это, 509 тысяч подписчиков и в целом просмотров, ну, не так уж и плохо Нормально, там, по 48, по 54, по 63, ну, в общем-то, как-то на возрастание, либо на убывание все это идет Там какие-то КРМП видосы, МТА вид, ну, в общем-то, все понятно И в целом, там, на некоторых видосах даже по миллиону 600 тысяч, там, вот этих вот всех просмотров Я их тоже когда-то видел в рекомендациях, просто не заходил, потому что лично для меня это не представляет никакого интереса Возможно, кто-то из вас все это смотрел, но нет У меня вот лично воспоминания о том, что было 3 года назад, такие, знаете, теплые, прикольные Я рад, что вот все это было, но тем не менее, такое себе И этот самый ютубер, по всей видимости, кинул проект Блэк Раша, когда они ему там оплатили какие-то его вот эти вот услуги Вот эти вот его летсплеи, снятые одним дублем, одним кадром Опять же, я сужу по тому, что было раньше, то есть то, что там вот он раньше делал Я не знаю, возможно, сейчас он делает нечто другое, но меня это тоже уже не интересует Потому что насчет Лорда у меня сложился такой, знаете, отдельный портрет вот данного человека И вот больше я как-то по-другому представить его не могу Так вот, проект мобильный Блэк Раша оплатили ему там несколько серий Он выпустил что-то там одну или две серии или и потом там забил А не досняв все вот эти вот остальные серийки, видосы, ролики, все прочее Разумеется, Блэк Раша там пожаловалась куда-то, возможно, хотя я не знаю, как еще об этом могли узнать Если она никуда не жаловалась и держала все это в себе В общем-то, пожаловались Там сразу же пришли люди, которые сказали, что вот он и нам задолжал Он и нам там ничего вот не выпустил и не вернул деньги И вообще в целом, ну вот как-то нечто подобное происходит И я обычно вот когда только появляются первые вот эти вот посты Стараюсь, ну особо не вякать, потому что мое мнение вот сложенное по всем этим постам Оно может быть ангажировано Я просто могу, знаете ли, ну вот наградить человека немного нехорошими словами Когда он там мошенник, вор и все прочее А если посты были там уже, я не знаю, неделю, месяц там, два месяца назад Человек так и не ответил и хочет как-то там, знаете, отмолчаться Чтоб никто это не заметил, ничего не было Тогда да, тогда это полная гнида, полная мразь и так далее Лорд же в данном случае все это там, знаете ли, ответил Сказал, что вот, несмотря на всю сложившуюся у меня ситуацию Я все равно все вот эти, знаете ли, видеоролики выложу Чтобы все было нормально, чтобы все были довольны С компенсацией, со всем прочим И в общем-то все вроде как должны быть довольны со всего этого При том, что уже там вот эти вот все пиар-менеджеры Возможно еще какие-то люди говорят, что вот, нам не нужны твои видеоролики Верни нам деньги Но вы должны понимать, что у GTA Самп Ютуберов Да и вообще, наверное, у всех ютуберов есть возврат денег Только в каких-то там, я не знаю, экстренных случаях, экстренных ситуациях А так, если вы заплатили деньги, то, разумеется, ваша реклама уже будет Потому что, ну, нет смысла платить деньги И потом такой, ой, а я передумал, ой, а я не хочу, типа, вот это вот все делать Поэтому, ну, типа, ну, ты такая, такая себе гуня Никому не советую, никому, как бы, ничего Все, ладно, не будем И, в общем-то, да, конфликт вроде как решился Но я хочу еще кое-как заступиться за Лорда Об этом уже, знаете ли, написал Рич Но это было в текстовой форме В моем любимом GTA Сам журнале Там, я думаю, увидели это немногие Да и тут это увидят немногие Но в целом, хотя бы среди своей аудитории Я хочу все это сказать Когда тебе платят деньги наперед за какие-то услуги Там, за ролики, за все прочее Ты уже, вот, когда деньги поступили на твой счет Ты уже считаешь, что все, они твои И вроде как ты уже все... То есть у тебя такое ощущение, что ты уже все сделал И, разумеется, для таких вот случаев Как лично мне кажется Нужно ставить какую-то напоминалку в телефоне Или чтобы сами вот эти вот все пиар-менеджеры Которые платили тебе деньги Чтобы они тебя как-то дергали Потому что деньги тебе поступили И ты можешь вообще забыть о том, что они тебе пришли Такое тоже бывает Такое, типа, от этого никто не застрахован Я этим сам не оправдываю людей У которых вот такое чувство боя У меня оно тоже бывает Но я в голове всегда держу вот то, что я должен выпустить видеоролики Я не могу нормально спать по ночам Если я кому-то там не выпустил рекламу Если я кому-то там не выпустил ролики То есть я ставлю себя на место того человека Который заплатил мне деньги И просто вот не могу представить Что он испытывает на самом деле И мне становится плохо Я, разумеется, выпускаю все эти ролики В лучшем качестве В лучшем во всем вот этом вот всем И понимаете, в чем дело-то тут еще состоит Понимаете, вот тут могут предложить Несколько вариантов решения всей этой проблемы Мол, выдавать деньги только после того Как там человек снял ролик Там смонтировал его Уже все сделал и так далее Либо там, я не знаю, подписывать какие-то договоры Но в сампе это тоже, типа, такая себе хуйня Только, по-моему, с Никитой Вертеевичем Нечто подобное было А больше, типа, ну, особо ничего и не было И два этих, типа, две вот этих вот ситуации Они, ну, такие, ну, достаточно хуевенькие Вот эти вот предложения решения проблемы Да потому что в случае, когда чуваки тебе платят После того, как ты сделал ролик Ты его можешь сделать И, типа, там, отправить уже им на рассмотрение На утверждение Сказать, что, мол, вот, чуваки, я все сделал Давайте мне там деньги А они тебя либо игнорят Либо там еще какая-то тема непонятная происходит И тебе тоже вот неприятно за то, что ты потратил время И вроде как они тебя и не кинули Но в то же время и кинули То есть непонятна такая ситуация Они там игнорят, что-то еще делают Те неприятно лично от потраченного тобой времени И поэтому все, разумеется, работают по предоплате И вот когда ты работаешь по предоплате Велик шанс того, что вот так вот случится Вот такая вот ситуация Разумеется, хорошо, что лорду напомнили Разумеется, хорошо, что он решил вот так вот решить Всю эту проблему, связанную с Black Rush И вообще с, наверное, последующими своими рекламодателями А вот если бы не напомнили Он бы, наверное, вот так и забыл про то Что там ему кто-то как-то вот платил деньги За вот эти вот видеоролики За все прочее Опять-таки я не оправдываю людей Которые берут деньги вперед и забывают Нет, разумеется, человек сам должен помнить о том Что он взял деньги И о том, что услугу наказать обязан Просто обязан Ну иначе просто, ну а как так возможно Люди тебе доверились Подумали, что ты, типа, такой нормальный, авторитетный человек Ты никого кидать не будешь А тут получается вот так вот Ну тоже неприятно, согласитесь И, типа, ну Однако, вы можете высказать свое мнение по данному поводу В комментариях Я постарался изложить его максимально, так знаете Скомканно, как-то непонятно В целом я бы мог тут наговорить на полчаса, на час Но кто будет смотреть такой видеоролик Тоже верно, тоже верно Поэтому, как бы, айпишник Аризона РП Феникс Находится в описании Там же мой никнейм Данте Коннор Там же мои, вот, все остальные реквизиты Там мой телеграм-канал В котором посты выходят каждый день в 20.00 И там по поводу самобзора, вся инфа И какие-то прочие вещи В общем-то, да Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем пока и всем до свидания Увидимся тут же завтра в 20.00 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok